Девушки отдыхают Это отдельная тема, но обо всем по порядку Утренняя тренировка, девчонки уже выкладываются по полной Первое занятие у дзюдоисток начинается около 7 часов утра Летом небольшое послабление, можно чуть позже, но никакого щадящего режима Работа в основном идет на повышение функционалки и немного на технику Но, как известно, война войной, а обед по расписанию Девушки, здравствуйте, еще раз отвлеку Понятно, что уже занятие прошло, но все же, меня интересует Чем питаетесь с утра и до вечера? Что кушаете? Начнем давайте Ну, утром яйца и чай перед тренировкой Сколько яиц? Два И все, кроме этого ничего? Все, больше ничего А что это дает? Ну, на тренировке, чтобы силы были и на весь день На обед обычно суп, небольшая порция и макароны с куриной грудкой А дальше уже как? Ну, в течение дня, полдник, я там ем фрукты, бананчики, яблочки Ну, все откусываю Ну, нет, так, там надкусила, там надкусила Ужим? На ужин рис с индейкой Завтрак чемпионов Ужин чемпионов Ну, рис с индейкой, это что это? Белок дает, протеин? Что это дает? Это все вместе дает А поздний ужин существует? Такое же понятие? Ну, да, час за два перед сном и выпивает стакан кефира Питание спортсменов отличается от питания обычных людей по нескольким причинам Во-первых, активные занятия спортом требуют гораздо большего количества энергозатрат, чем работа в офисе или даже на производстве Во-вторых, тяжелые нагрузки и довольно специфические требования к функциональности организма требуют особого подхода к составу рациона Чтобы добиться высоких спортивных результатов, важно правильно дозировать нагрузки и обеспечивать восстановление после тренировок Питание для спортсменов одно из основных направлений Тренировочный процесс, питание, так же как и отдых, так же как и психология Мы уже, по-моему, говорили об этом Поэтому питаться нужно правильно И для спортсмена, для растущего организма нужно много калорий, чтобы двигаться Калорий – это топливо Когда уже ребенок занимается у нас достаточно долгое время И в зависимости от того, какие результаты ставят А любой, в принципе, ребенок хочет добиться высокого результата в спорте Поэтому, если ты хочешь добиться, значит, ты должен делать то, что говорим мы тебе Родители и тренер, потому что родители и тренер должны быть непререкаемыми авторитетами Правильное питание для спортсмена должно быть приближено к формуле 30% белки, 60% углеводы, 10% жиры Следует помнить также о микроэлементах и витаминах, которые могут поставляться в организм Как в составе разнообразной по происхождению пищи, так и в виде специальных комплексов Питание спортсмена, оно отличается от питания обычного человека Потому что занятие спортом требует больших энергозатрат Все питание должно быть сбалансировано Белки, жиры, углеводы То есть никакого жареного, копченого То есть нужно восполнять потраченные калории на тренировках с сбалансированным питанием Никакого фастфуда и газировки, все лишнее спортсмены должны отсекать из своего рациона Только натуральные продукты, каши, мед, орехи, фрукты, овощи, нежирное мясо И главное, не переедать Правильный пример подрастающему поколению должен подавать не только тренер, но и родители Питание очень важно, особенно для детей Оно должно быть сбалансировано Особенно то, что сейчас дети в спортивных лагерях тренируются И это должно быть реально разработанное спортивное питание Чтобы хватало калорий, хватало детям энергии на тренировки Потому что там тренировки по 3-4 раза в день происходят Соответственно, это очень серьезный вопрос Мы напросились в гости к известной самарской дзюдоистке Мастеру спорта России международного класса Ирине Заблудиной И узнали, как завтракают чемпионы Так как у нас тренировка начинается достаточно рано Хорошо позавтракать плотно мы не успеваем Максимум, что мы можем скушать Это небольшую печеньку с полстаканом чая И уже непосредственно, когда мы приходим после тренировки Хочется сытно, хорошо покушать Я хочу вам предложить кашу Поба Она достаточно очень сытная И содержит большое количество белка Немного углеводов Помидор, морковка Лук И грибы Будет очень вкусно Сытно Мы поставим вариться кашку Делаем все очень быстро Завтра у нас готовится достаточно быстро Там вот такая штука, для чего елки пропали В кашу мы потом добавим кокосового масла Сюда оливковое Только растительные жиры Вот каша у нас закипела Мы ее ставим на более слабый огонь Засекаем время 15 минут Все делается достаточно легко Быстро Самое главное Вкусно И полезно С морковкой мы поступим так же безжалостно, как и с львами И я научилась очень вкусно делать десерты С натуральных ингредиентами Сыроедческие торты Они очень достаточно легко делаются Но надо замачивать орешки В общем, сначала финик Берешь финик Его финик вместе с орехом Ты можешь грецким орехом Можешь туда с фундуком Финик с орешками Их берешь вот так вот, скатываешь Вот тебе конфеты Понимаешь, что там не консервант Там не консервант Не красительный ароматизатор Грибы, понимаешь, они заменяют мясо Все равно они как замечают А еще лучше туда положить чечевица Делась наша кашка Мы туда добавим немножко кокосового масла Прямо самую мало перемешиваем И все, добавляем Собственно, вот он Тот самый завтрак чемпиона, да? Да Смелостью попробую Спасибо, Лен Отлично, правда Правда вкусно Прямо действительно Это достаточно будет? Или там то, что осталось после меня? График профессионального спортсмена Расписан буквально по минутам Даже в Самаре наши сборницы Редкие гости Сразу же после завтрака Ирина Заблудина отправляется на тренировку Мы с ней Ирина, в любом случае не могу обойти эту тему Та самая встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином То есть была какая-то тренировка Или было это что? Как это было? Вообще это была тренировка Он посетил нас Порадовал нас своим визитом в Сочи И провел с нами совместную тренировку Я не упустила свой шанс Побороться с ним Провести совместный спарринг И после Нескольких его результативных атак Я сказала Владимир Владимирович Вы меня бросайте Я вас тоже должна бросить Он, конечно, немножко посопротивлялся Но потом Джентльменский все-таки он поддался Ну, собственно, это была Подсечка-подкатка, да? Это называется? Да Хочется видеть, как это все равно Хочется Можете сказать мне? Да Можете сказать мне Я готова Я готова Я готова Во время занятий к нам присоединяется новоиспеченная бронзовая призерка командного чемпионата Европы по дзюдо Дарья Межецкая. Она и другая самарская дзюдоистка Анастасия Конкина в составе сборной России завоевали третье место на самых престижных соревнованиях Старого Света. Турнир по новой системе впервые прошел в Екатеринбурге. Бронзой девушки довольны, но результат все же не стопроцентный. Я думаю, что для нас это, так сказать, минимум. Конечно, мы рассчитывали на первое, домашний чемпионат первый. И, ну, как бы, чуть-чуть не повезло. Работа над ошибками будете, справимся в следующем? Конечно, обязательно. Следующая будет наша золотая медаль. На этом у нас все, уважаемые телезрители. Эфирное время, отведенное под программу «Дзюдо 63-й регион», подошло к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Занимайтесь спортом, растите и рвитесь вперед. Движение – это жизнь. Мы же с вами увидимся, как обычно, на телеканале «СКАД» и на спортплощадках региона. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok